Всем привет! Это 38-й эпизод скринкастов «Научись!» Rails, и сегодня мы поговорим о геме «Exception Notification», который позволяет отправлять сообщения об ошибках, произошедших в вашем приложении, прямо вам на e-mail. Прежде чем мы начнем пользоваться этим гемом, вам необходимо установить на локальную машину почтовый сервер PostFix. У меня на машине он уже стоит, поэтому запускать эту команду я не буду, но вам нужно будет, если вы используете систему Ubuntu, вам нужно будет набрать вот эту команду. Если вы используете macOS, то, скорее всего, вам придется воспользоваться менеджером пакетов Brue и установить с помощью него PostFix. И дальше, во время установки, PostFix предложит вам сконфигурировать себя для работы на вашей локальной машине. И дальше с вашей локальной машиной можно будет отправлять почту на любой адрес, чем, собственно, и воспользуется рельсовое приложение. И первое, что нам необходимо будет изменить в нашем рельсовом приложении, это отправиться в файлы Environment. В данном случае нас интересует Development. И давайте попробуем найти здесь опцию, которая отвечает за отправку email сообщений. Такой опции здесь нет, поэтому нам ее нужно будет добавить вручную. Опция, которую я сейчас сюда добавлю, говорит рельсовому приложению о том, каким образом должны быть отправлены email сообщения. По умолчанию рельса использует SMTP, а поскольку мы установили PostFix, то нас интересует SendMail. SendMail – это такое общее имя для почтовых программ в системах Unix. Сохраним файл, и теперь вся наша почта в Development режиме будет отправляться через PostFix. Ну, а теперь настало время установить GameException Notification. Для этого посмотрим документацию. И документация, естественно, нам говорит о том, что нужно добавить этот гем в гем-файл, что мы сейчас и сделаем. Ну, и теперь запустим команду BundleInstall. Гем установлен. Теперь нужно разобраться с опциями, которые предлагает этот гем. Нас интересует версия рельса 4.0, и вот тот набор опций, которые необходимо указать в Initializer. Все файлы Initializer, как вы помните, находятся в специальной папке ConfigInitializer. Здесь мы просто создадим еще один файл, который назовем ExceptionNotificationRB. И вот как раз в него нужно будет вставить эти опции. Я предлагаю их немного видоизменить, поскольку они не совсем соответствуют тем настройкам, которые я предпочитаю использовать в своих приложениях. Сейчас вы увидите разницу. Я вставлю заранее заготовленный код и объясню, что он означает. Вот здесь я указываю, что мы используем Exception Notification, то есть отправляем сообщение об ошибках только в Production и Staging Environment. Сейчас, поскольку мы находимся в Development, для тестовых целей можно сюда добавить еще и Development Environment. И теперь из Development Environment тоже будут отправляться сообщения об ошибках. Далее вот здесь я перечисляю исключения, то есть те случаи, когда ошибки отправляться не должны. Дело в том, что Exception Notification по умолчанию отправляет на почту вообще все ошибки. Ну вот, например, зачем нам на почту отправлять ошибку 404, то есть когда какая-то запись не найдена и пользователь видит страницу 404. Смысла в этом большого нет, потому что наше приложение в этом случае работает абсолютно корректно, так как мы ожидали. Точно так же дела обстоят с ошибкой Action Not Found, то есть если пользователь набрал какой-то неправильный URL в адресной строке браузера, наше приложение тоже не сломано, оно просто показывает ему, что такой страницы не существует. То же самое имеет отношение к краутинг-эррорс. Нам они тоже не нужны. Ну и, наконец, стандартные ошибки с невалидным Authenticity Token мы тоже будем игнорировать, потому что это полностью является ответственностью пользователей, и наше приложение опять-таки работает корректно в этом случае, если эта ошибка происходит. Здесь я просто указываю префиксы, которые будут добавлены в поле Subject каждого письма, которое будет отправляться, и в Development режиме ко всем письмам будет добавляться вот это слово Development. Чтобы мы знали, что все ошибки, которые пришли из нашего приложения, они имеют отношение именно к Development среде, потому что если у вас на один и тот же адрес почты приходят сообщения об ошибках, будет довольно сложно разобраться, по крайней мере, с первого взгляда, с какой именно машиной пришли сообщения. Может быть, это сообщение из Production Environment пришло, может быть, с Development, а вот так будет сразу понятно, что речь идет о локально запущенном приложении. Ну и здесь, забыл указать правильный адрес, mystore.com, здесь, собственно, мы указываем настройки для каждого конкретного письма. Это будет префикс для поля Subject в письме, здесь указываем адрес, который будет стоять в поле From каждого письма, ну а вот это адрес, на который, собственно, будет отправляться каждое сообщение об ошибке. Причем здесь через запятую внутри этого массива можно указать не один, а несколько адресов, естественно. Но в данном случае нам будет достаточно одного, потому что только я работаю над этим приложением. И, нет, меня зовут не Ричард. И, наконец, последняя опция Ignore Exceptions, это как раз те исключения, которые мы вот здесь добавили в массив Exceptions. Итак, вот сейчас мы настроили Game Exceptions Notification, и настало время его проверить. Для этого мы запустим наше приложение. И попробуем сгенерировать какую-то ошибку. Для этого нам необходимо будет исправить контроллер и вручную вызвать там ошибку с помощью ключевого слова raise. Давайте сделаем это на методе show. raise exception test. Отлично. И все, что нам остается теперь, это направить браузер по соответствующему адресу для конкретного товара. Вот я где-то забыл исправить константу. Сейчас мы это сделаем. Вот здесь просто нужно было написать MyStore. Я вставлял этот код из другого приложения. Естественно, забыл поправить. Типичная ошибка, которая случается, когда люди занимаются копипастом. Ну, а теперь попробуем еще раз запустить приложение. Прекрасно. Обновляем браузер. И теперь попробуем щелкнуть на каком-нибудь товаре. Ну и вот мы видим, что в браузере появилась ошибка. Как раз в той строчке, где мы использовали raise exception test. И сразу же мы видим, что нам в почту упало сообщение из development среды. С backtrace этой ошибки мы можем посмотреть, в какой строчке произошла эта ошибка. Здесь все прекрасно описано. Ну и кроме этого мы можем посмотреть различные данные, которые имеют отношение к запросу, вызвавшему эту ошибку. Например, IP-адрес. В данном случае это моя локальная машина. URL, который был использован. Тип запроса get. Ну, в общем, все данные, которые соответствуют тому или иному запросу, вызвавшему ошибку. И я предпочитаю создавать в Gmail просто еще один лейбл, который называю errors. И настраиваю фильтр таким образом, что все сообщения об ошибках, в которых, например, встречается сочетание слов mystoreerror, оказываются не в папке inbox, а в папке errors. И дальше уже там за ними слежу. Как только появляется новая ошибка, естественно, я сразу разбираюсь в чем дело, пытаюсь ее исправить. Вот таким образом, game exception notification позволяет эффективно бороться с ошибками на production серверах. Теперь нам осталось только удалить вот эту часть кода. То есть теперь мы ошибки не будем слать с development машины, потому что понятное дело, что на development машинах мы сразу же видим их сами в браузере. Нет никакого смысла отсылать их на почту. А вот из-за staging и production environment нам как раз это может очень даже понадобиться. Но, естественно, exception notification не является панацеей при борьбе с ошибками. Я настоятельно вам рекомендую начать разбираться с тем, как писать тесты для нашего рельсового приложения. Более того, в следующих эпизодах мы именно этим и займемся. Начнем писать тесты для наших моделей и контроллеров на RSpec. На сегодня у меня все. Не забывайте, что вы можете задавать вопросы, касающиеся разработки рельс-приложений, на сайте Hasbrains в соответствующем разделе. Удачи и до встречи!